Это сирена, громкие ЧП за неделю и страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в 5 минут. Засекайте. Крышу сорвало в Моглевской области. Спасатели устраняют последствия урагана. Лихач с большой дороги под Бобруйском. Молодой водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. Кто виноват? ЧП на зарубежные стройки. В Германии рухнул огромный башен экран. Хронология ЧП. Мы начинаем. Порывистый ветер, который бушевал в Беларуси накануне, разошелся не на шутку. Под раздачу попали крыши домов и деревья. Могилеве спасателям пришлось 9 раз выезжать на устранение последствий стихии. В регионе снесло кровли 15 жилых домов, трех хозпостройок и одного промздания. Люди не пострадали. Тише едешь, дальше будешь. Мотосезон в этом году открыт печальными последствиями. На въезде в Бобруйск разбился мотоциклист. Мария Бересневич тоже побывала на месте ЧП. На часах без 5.12 медики борются за жизнь пострадавшего мотоциклиста. Он находится в машине реанимации. По словам очевидцев, автобус ехал по Минскому шоссе, повернул влево на дорогу к Шиннику. Мотоциклист летел в сторону города и не успел сбросить скорость. Двухколесник оставил на асфальте черную полосу. Тормозной путь расстанулся на несколько метров. Байк врезался прямо в дверь общественного транспорта. Просто стекло у меня попало, и все. Из-за этого я повернулся и посмотрел, что произошло. Вшел с автобуса и увидел, что лежит байк и лежит рядом мотоциклист. Пассажиры автобуса выбежали на улицу. Никто из них не пострадал. Кондуктор позвонила в экстренные службы. Я не знаю, я только услышала, как стекла полетели в меня. Все, то, что я услышала. Потом что было? Все, остановились и вызвали скорую гаишников. Мотоцикл в смятку. Обломки разлетелись по всей дороге. Когда прибыла наша съемочная группа, на месте ДТП работали сотрудники правоохранительных органов и медики. Подъехали спасатели. Владельца байка сразу переложили в машину скорой. Врачи до последнего боролись за жизнь пострадавшего, но откачать парня не удалось. Стражи порядка выясняют детали произошедшего. Мария Бересневич, Владимир Гребеневич, Бабруиск, 360. Два пожара на одной улице произошли с разницей в пару часов. На Чайковского сгорели сразу два дома. Максим Кембель узнал, как связаны между собой эти происшествия. Накануне загорелся дом на Чайковского. Соседи заметили, как из окон напротив повалил дым и вызвали МЧС. Быстренько бежали вокруг дома, перелезли через калитку, постучали в окна, отовсюду идет дым. Попробовали открыть двери, двери заперты изнутри. Огнеборцы избавились от препятствий в два счета. Спасатели забежали в полыхающую постройку, в одной из комнат наткнулись на тело мужчины. Признаков жизни не было. Пламя также превратило в пепел все имущество. Причина данного пожара устанавливается, однако одна из наиболее вероятных версий является неосторожное обращение с огнем при курении. Стены в уничтоженном жилище не успели остыть. Неподалеку вновь вспыхнул пожар. Закоротила проводка. Температура в комнате поднялась до небес. По словам свидетелей, окна взорвались и ливнем высыпались на землю. В стене остались только рамы. Огонь уничтожил чердак, крышу комнаты внутри дома. Двор напоминает зону боевых действий. Спасатели оперативно приняли к действию поиску пострадавшего, однако ввиду позднего обнаружения данного пожара, живым хозяина найти не удалось. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бабруйск, 360. На выходных в Стасевке полыхал дом. Хозяин постройки видел седьмой сон, когда огонь вплотную подбирался в его комнату. Уснул тишина, проснулся пожар. Свой дом Виктор Саманов не узнает. Огонь уничтожил резной карниз и расписные цветы на фасаде. Хозяин разводит руками. Там была терраска сначала, потом веранда, потом тростен и вот второй тростен. Вот я в этом тростене, я спал, а я сам не знаю откуда, но что получилось. Я не курю. Постройка вспыхнула средь бела дня. Очевидцы вызвали спасателей. В Стасевку приехали сразу три боевых подразделения. Пламя в любую минуту могло перекинуться на постройки неподалеку. Виктор Саманов остался без крыши над головой. Под ногами выжженная земля. Повсюду остывают обгоревшие бревна. От жара погнулся металлический навес колодца. В результате данного пожара огнем уничтожен жилой дом, хоз постройки, а также баня. Причину ЧП выясняют. Хозяин дома подсчитывает убытки. Забор не помеха в поселке Лекерта. Иномарка снесла частное ограждение. По словам свидетелей, водитель был нетрезв. Анастасия Пахлестова уточнила, как это было. Куски бетонного ограждения вперемешку с обломками от машины. Аварию, которая случилась вчера вечером в деревне Лекерта, забудут нескоро. Надежда Киреева признается. Очень испугалась. С коридора выхожу, дверь открываю. Смотрю, мой забор на щепке летит уверху. Дошка в хаты крышетания, война. Я подумала, что с неба может самолет. Не вписался. Машина ехала по центральной. Водитель повернул, не справился с управлением. Автомобиль вылетел в кювет, упал на забор и перевернулся. Бетонный забор разлетелся в клочья. Обломки разбросаны по всему огороду. На земле еще остались следы от шин. Ремонт ограда наверняка влетит в копеечку. Помимо хозяина иномарки, в салоне была 24-летняя пассажирка. Они получили серьезные травмы и отправились в больницу. Врачи диагностировали у парочки алкогольное опьянение. Я помнился, выхожу, глядь, под машиной человек ляжет. Я как крикнула обратно. Наши парни взяли его, вытащили отсюда. Они его так вот вытащили, а его кровью еще залито. А потом его что-то парни там поколотили, поколотили. И он поднялся, вышел сюда на дорогу, на травку. И за наш дом удирать. А тут милиция. Его схватили, догнали. Теперь сотрудники ГАИ выясняют детали произошедшего. Анастасия Пахлестова, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Битва за справедливость. Четверо бобручан в Бобруйске напали на сторожа с битами. Как позже выяснилось, один из фигурантов ранее поконфликтовал с директором предприятия. Решив свести счеты, он отправился на разборки, прихватив с собой пару приятелей. Компанию ждала неудача. Руководителя на месте не оказалось. Преступный квартет решил выместить злобу на сторожи. В 500 метрах от происшествия позже сотрудники охраны задержали одного из мужчин, а через некоторое время остальных. Все задержаны ранее несудимые жители города. Под Бобруйском Хонда съехала в кювет и врезалась в дерево. Пострадали трое. 38-летний водитель, местный житель, вблизь деревни Большие Бортники, не справился с управлением. Травмы получили три пассажира. 39-летняя женщина и двое маленьких детей. Последние находились в специальных удерживающих устройствах. Это помогло избежать серьезных травм. Общий стаж водителя, как сообщается, один месяц. В Германии испытание одного из самых больших офшорных кранов мира чуть не закончился трагедией. Когда инженеры установили конструкцию и начали проводить тесты, кран сложился пополам и рухнул. Согласно документации, эта модель может поднять груз весом до 5000 тонн. Но из-за заводского дефекта выдержать даже небольшой вес оказалось непосильной ношей. В результате инцидента пять человек получили легкие травмы, двоих госпитализировали. Из-за ЧП отложено строительство морской ветряной станции в Шотландии, где и должен был трудиться злополучный кран. Это была «Сирена», но больше новостей ищите на нашем канале в YouTube и в соцсетях. И Кристина Риенс. Увидимся через неделю.